Доброе утро, друзья! Я нахожусь на речке, Березовка называется. Приехал вот на таком экзотическом транспорте. На рыбалку этот транспорт самое то, потому что на нем можно проехать там, где не проедет машина. Ну и расход бензина, конечно, вообще экономичная техника. Вот сейчас 2 литра на заправке заправил, полный бак. Сейчас будем рыбачить. Техника куплена недавно. Такие цифры, буквы вернее тут ФС. Видите, да? ФС. Агрегата этого мотороллера. Значит, два амортизатора. Электростартер. Масло здесь вот можно проверять. Потом вот такая площадочка есть, куда можно поставить сумку. Сумка крепится вот за такой крючок. Ну, естественно, тут вот ключ идет. Плюс, значит, тут антиблокировочное устройство. То есть, вот так вот нажимаем кнопочку, раз, она блокируется. И открыть можно только после этим ключом. Заводится очень легко. С кнопочки, выжимаем тормоз, включаем зажигание сначала, поворачиваем ключ. Потом, значит, нажимаем тормоз и нажимаем на кнопку стартера. Все, он заводится вообще как часики. Ну, очень такой непривередливый. Я уже его поставил на учет в ГАИ. Полноправное транспортное средство, которое имеет право передвигаться по дорогам общего пользования. Ну, что тут еще есть? Два зеркала заднего вида. Спидометр. Потом, значит, счетчик пройденного пути. Два тормоза. Передний, задний. Передний тормоз у нас гидравлический. Дисковые тормоза на переднее колесо. Суппорт. Здесь расположен на колесе. Два амортизатора, которые закрыты в герметичный кожух. Потом, значит, имеются дневные ходовые огни. Дневные ходовые огни, поворотники, также лампа ближнего дальнего света, габарит. Вид у него такой прикольный, красивый. В принципе, можно ездить и радоваться. Свежий ветер отдувает, когда едешь. Летом ездить, конечно, в машине душновато, жарковато. А на этой технике отлично. Ну и вот сейчас я проехал тут под мостом, съехал по тропке. Вот козы, короче, по козьей тропе проехал. И все, съехал, пожалуйста, на берег. На машине так, конечно, не съедешь. Прямо на бережку поставил. Вот тут есть сзади, значит, катафоты. Боковые светоотражатели. Задний. Значок этот мне не нужен, у меня опыта достаточно. Ну ладно, пусть будет. Что тут еще интересного? Имеется возможность перевозки заднего пассажира. Сидушка такая широкая, сидишь нормально. Ну и есть вот такие, значит, здесь для заднего пассажира есть подножки убирающиеся. Ну то есть, когда нет пассажира, они просто убираются. И все, вот так вот отщелкиваются. Кроме боковой подножки имеется центральная. То есть, вот когда масло менять или еще что-то, то можно на центральную поставить. Значит, коробка здесь вариатор. То есть, сцепления нет. Это рычаг тормоза. Рычаг тормоза. Ну то есть, убрал газ. Остановился. Прибавил, поехал. Ну тут что еще есть? Сигнал. Вот сигнал. Потом, значит, поворотники. Правый, левый. Ну и центральный, это для отключения. Так же есть, значит, переключатель дальнего света. Вот дальний свет. Ну и переключатель габаритных огней и фар. Вот такая техника. Ну, обзор, если понравился, ставьте лайки. Вот такая техника. Ну, по стоимости, по стоимости, в общем-то, техника дорогая. Вот. Ну, 60 тысяч стоит. Не секрет. Вот. 60 тысяч не такая сумма, чтобы, как бы, такое транспортное средство. Ну, если брать, например, мотоцикл, да. Он значительно дороже. Ну, и по объему двигателя, да. По объему двигателя, значит, объем двигателя здесь 150 кубиков. Поэтому, необходимо его регистрировать в ГАИ. Я зарегистрировал. Проблематично было на него страховку оформить. ОСАГО. Почему? Потому что страховые компании не сильно-то желают страховать такой транспорт. Почему? Ну, наверное, во-первых, дешевая, получается, страховка. Там 700 рублей. И не желает. Ну, и плюс, как бы, думаю, что травмоопасный транспорт. Поэтому не желает страховать. На самом деле, ничего такого, ну, страшного. Не знаю. На дороге, если правила соблюдать, ехать с установленной скоростью, соблюдать правила, то, в принципе, отлично. Ну, можно даже в некоторых местах, но желательно, когда стоит, например, поток транспортный на светофоре, то можно между рядей проехать. Вот. Это правило не запрещено. Вот. Ну, для автолюбителей, конечно, для водителей удивление вызывает, что рядом появляется такая техника на перекрестке с ними. Ну, и стартует он довольно-таки резво с перекрестка. Вот 150 кубиков все-таки. Так что, в принципе, ребята, кому, как бы, есть необходимость там на рыбалку, там, на дачу, ну, в такие, так скажем, недалекие места ездить, недалеко, то, в принципе, отличный транспорт. Вот. Отличный транспорт. Ну, и сказать, что в грязь, в дождь я еще не ездил. У меня, в общем-то, под сидушкой имеется, значит, костюм специальный влага. Вот я сейчас открыл, вот. Потом только ключ вставил. И вот, чтобы открыть сидушку, нужно ключ повернуть влево. Вот она отщелкнулась. И теперь, пожалуйста, открываешь. Здесь расположен бензобак. Бензобак. Ну, водичка, на всякий случай, попить. Вот. И костюм. Костюм. Ну, тут идет с ним вместе инструментик такой, как бы, небольшой. Вот. Ладно, открывать не буду. Ну, там отвертка, ключик. Вот. Вот. Ну, и здесь есть доступ до карбюратора. Можно холостые подрегулировать. Вот так все просто. Ну, тут я так понимаю, что привод замка электрический. То есть, ключом. Ключ повернул, цепь замкнулась и замок открылся. Ну, очень удобно. Вдвоем я еще пока не ездил. Вот. Не знаю, кого смогу уговорить, чтобы поехать вдвоем. Но надо второй шлем. Вот. Шлем у меня один. Поэтому, как бы... Шлем довольно-таки дорогое, я считаю, дорогое такое защитное средство головы. Я свой покупал, в общем-то, по недорогой цене 6,5 тысяч. А есть шлемы там и 40 тысяч стоят. Разные, короче. Ну, на любой вкус цвет. Вот. Там полностью закрывается лицо, подбородок. Ну, у меня закрывается. Закрывается только стекло на лицо. Этого мне достаточно. Далеко на нем я ездить не собираюсь. А так вот на рыбалочку. Вот. Приехал. Сейчас достану удочку. Вот. Закину. Попробую. Вода спокойная. Удочка простая. Черви есть. Сейчас закину, попробую рыбачить. Что получится. Все. Все. Пока. Вод bra France. Блин! Есть сов то, что мы будем смотреть на русскую keyцу.